Нет понимания у людей, почему интеграция директа с метрикой настолько важна, какие она дает преимущества. Поэтому параллельно мы еще бегло рассмотрим, как внутри одного аккаунта зарегистрировать аккаунт в метрике и первичную настройку произвести, чтобы можно было разместить на своем сайте код отслеживания и с течением времени набрать необходимую статистику, чтобы в дальнейшем, когда люди приходят к нам уже на курс, у них была возможность работать со своим собственным активным аккаунтом, в котором есть уже первичные данные. Это некая сверхзадача нашего семинара. Мы будем рассмотреть эти вопросы. Ну, естественно, в рамках объема того, что мы здесь будем рассматривать, предполагаются еще какие-то вопросы от вас. Я постараюсь дать на них ответы, насколько это возможно. Я озвучил, собственно, основную программу, поэтому, если у кого-то есть вопросы еще касающиеся того, что мы будем здесь рассматривать, пожалуйста, задавайте, я готов на них ответить. А сам постепенно уже стартую, начинаю рассказывать то, что мне хотелось бы презентовать. Еще раз повторюсь, ориентирован наш семинар на людей, не имеющих специальных знаний, не имеющих большого багажа. Мы больше ориентированы на тех сейчас, кто готовится к освоению этих систем, таких как Яндекс.Метрика, Гугл, Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика. И на них будет нацелено наш семинар. Вопросы уже задавали относительно того, как удобнее вести общение. Пока еще немного людей в вебинаре, но все равно мне предполагается, что лучше всего будет задавать вопросы в чате. Я постараюсь на них отвечать голосом. Я надеюсь, изображение всем видится очень хорошо. Нет проблем с просмотром моего рабочего экрана. И мы начинаем. Начну я, естественно, с того, что очень кратко расскажу об основных элементах современного продвижения. Ну, скажем так, перечислю скорее наиболее популярные методы продвижения интернет-ресурсов. Один из самых, конечно, заметных инструментов – это SEO, так называемая Search Engine Optimization, то есть оптимизация сайта под поисковые машины. Главная цель этого инструмента – повышение позиций страниц своего сайта в результатах органик-выдачи поисковой машины. И в большинстве случаев, в настоящий момент, львиная доля трафика на веб-сайты как раз приходит именно из этого канала. Именно поэтому внимание интернет-маркетологов в большей степени приковано к этому инструменту. У нас по этому поводу есть целый курс трехдневный, довольно подробный, детальный. Он ориентирован на специалистов и на людей, которые собираются стать специалистами по SEO-продвижению. У этого канала есть целый ряд характеристик, которые довольно серьезно его отличают, в частности, от контекста. Кратко перечислю какие-то наиболее, может быть, средние или общие какие-то параметры. Допустим, есть показатели так называемых отказов. Это показатели трафика, которые демонстрируют, как ведет себя аудитория данного сайта, приходящего с этого ресурса. Для SEO-канала показатель отказов может довольно широко колебаться. И по моей практике на очень большом количестве ресурсов может находиться в диапазоне от 40 до 60%. Это, как правило, вызвано тем, что трафик генерируется произвольно на основании ключевых запросов, которые чаще всего являются неоптимизированными для сайта. И часто очень бывает посетители, приводимые этим каналом, бывают не стопроцентно таргетированы, не точно нацелены на цели и задачи этого сайта. Поэтому процент отказов, как правило, в этом канале бывает достаточно большой, если предварительно не была серьезная работа проведена. Допустим, второй канал, который хотелось бы рассмотреть, это как раз канал контекстной рекламы. Яндекс.Директ относится к этому каналу. Этот канал характеризуется показателем отказов в среднем. Опять же, повторюсь, это не абсолютная цифра. Но в большинстве случаев он колеблется приблизительно от 20%, может быть, до 40%. Опять же, разброс может быть и больше. Но, тем не менее, если сравнивать между собой каналы органик поиска и каналы контекстной рекламы, опять же, зависит это во многом и от настроек правильных контекстного аккаунта. Тем не менее, качество трафика с точки зрения целевой аудитории, как правило, в контексте выше. Почему? Потому что контекстное рекламное объявление показывается всегда, ну почти всегда, таргетировано на целевой запрос пользователя. Вот я попробую сейчас в Яндексе набрать какой-либо запрос. Например, постараюсь товарный запрос использовать робот-пылесос. Для того, чтобы мы с вами понимали, о чем мы будем вести речь, контекстная реклама присутствует в выдаче в так называемом серпе поисковой машины. В топе верхние три результата выдачи являются как раз результатом работы рекламных объявлений Яндекс.Директа. Это оповещение о том, что это реклама, нам об этом говорит. Остальная часть выдачи, которая начинается сразу после того, как завершились рекламные объявления, она является как раз результатом работы органик-выдачи. За редким исключением, типа вот таких включений, которые формируются немножко по другим принципам, к которым относятся колдуны и ряд других инструментов. И внизу также контекстная выдача представлена еще группой рекламных объявлений Яндекс.Директа. Таким образом, я только что давал характеристики SEO-каналу. Как раз SEO-канал представляет из себя вот эти результаты органик-выдачи, так называемые, в которой присутствуют страницы сайтов, которые соответствуют ключевому запросу, который и определяет, собственно, контекст пользователя, то есть его сферу интересов. Рекламные объявления очень точно нацелены на этот контекст, они показываются строго по этим рекламным объявлениям, и при этом, естественно, могут настраиваться владельцами этих рекламных объявлений с точки зрения текстов, с точки зрения каких-то других элементов, дополнительных ссылок, более точно. В отличие от контекста, выдача органика настроится на основании контента страниц, как правило, и может менее точно отвечать на запрос пользователя. Тем не менее, эти два канала в настоящий момент как раз можно рассматривать как наиболее популярные. Еще среди интересных каналов можно перечислить канал социальных сетей, так называемые SMM или Social Media Optimization, SMO еще есть аббревиатура. Это виды деятельности, которые направлены на создание целевых аудиторий внутри социальных сетей, и потом конвертирование их в целевых покупателей, в целевых посетителей. Этот вид деятельности у нас рассматривается также на отдельном курсе. Я могу сказать, что в нем есть масса нюансов. Во-первых, социальных сетей достаточно много в настоящий момент актуальных. Среди них отличаются методы работы. Есть очень много ухищрений, интересных способов привлечения внимания аудитории к вашему ресурсу. И в среднем можно говорить о том, что канал SMM Social Media, социальных сетей более целевой в большинстве случаев, хотя по объему аудитории, предоставляемой, как правило, небольшой. Среди контекстных рекламных объявлений, о чем я еще не упомянул, сейчас очень сильно выделяется Mail.ru со своим сервисом Target Mail.ru. Внутри социальных сетей тоже есть свои собственные рекламные каналы, такие как ВКонтакте реклама, то есть это отдельный вид контекстной таргетированной рекламы. В Фейсбуке есть собственный внутренний встроенный инструментарий работы с рекламными объявлениями. Буквально позавчера вышла интересная информация о том, что на страницах ВКонтакта появились рекламные объявления из Яндекс.Директа. Какой-то очень серьезной официальной информации по этому вопросу еще пока я не встречал, но очень много уже свидетельствует того, что в ВКонтакте начали показываться рекламные объявления Яндекс.Директа. Это очень интересная новость. Я думаю, что популярность Директа в этой связи может значительно подрасти, поэтому рассмотрение сегодняшней темы, мне кажется, еще более актуальной в этой связи. Кроме того, помимо того, о чем я упомянул, есть очень интересные каналы продвижения, такие как Тизерные сетки. Это специфический вид контекстной рекламы, о котором у нас, к сожалению, нет отдельного курса, поскольку это действительно специфический формат, но он, в частности, характеризуется, как правило, опять же, очень низкими показателями стоимости привлечения одного посетителя. То есть по этому параметру, по этому показателю, этот канал можно назвать лидером. Очень обзорно мы его рассматриваем в некоторых из наших курсах. В курсах, но только, опять же, повторюсь обзорно, работа с этим каналом требует какого-то, мне кажется, особого опыта. Один из примеров, который может, скажем так, помочь познакомиться с этим каналом, это таргет Mail.ru, который в основном как раз размещает рекламные объявления в формате именно Тизерных рекламных блоков. Если кому это будет интересно, Mail.ru сейчас в настоящий момент это крупная организация, которая агрегировала в себя и сервис Одноклассники, и сервис, и целый ряд еще других сервисов, ну, очень заметных и очень крупных. Поэтому думаю, что это очень потенциально интересный такой канал новый. Может, не очень новый, достаточно давно существующий, но сейчас получающий серьезный толчок к развитию. Кроме того, есть еще и другие каналы продвижения. К ним могут относиться так называемые БТЛ-сегменты, в которых есть партизанщина, сарафанщина, вероснятина, масса других увлекательных видов деятельности. Я сейчас на них не буду останавливаться, но в некоторых случаях для некоторых товаров и продуктов они могут быть очень интересны. Это, если говорить очень обзорно о том, какие сейчас основные инструменты используют владельцы сайтов для продвижения. Мы же с вами вернемся все-таки к Директу, к системе контекстной рекламы. И для того, чтобы быть готовым к началу ведения рекламных объявлений в Директе, я расскажу, какие шаги необходимо пройти, как настроить первично ваш рекламный аккаунт, какие инструменты, какие действия для этого необходимо выполнить. Итак, я возвращаюсь к теме нашего Директа и пошагово сейчас пройдусь по всем этапам создания первичного рекламного аккаунта. Для этих целей на сайте самого Директа, адресу этого сайта direct.yandex.ru, нам достаточно выбрать кнопку «Разместить рекламу». Если у вас уже есть аккаунт в Яндексе, который в терминах Яндекса называется «Яндекс.Паспорт», если он у вас уже есть, то вам достаточно просто нажать кнопочку «Войти» и, использовав уже имеющийся у вас аккаунт с логином и паролем, которые вы создали, просто авторизоваться. Таким образом, под этим паспортом у вас просто активируется аккаунт в Директе, и вы сможете сразу же перейти к процедуре настройки рекламных объявлений. Я пойду по более длинному и сложному пути, предположу, что у меня нет даже паспорта в Яндексе. Под словом «Паспорт» понимается учетная запись или аккаунт, собственно, в любом из сервисов Яндекса. Если вы когда-либо были зарегистрированы, то значит этот аккаунт у вас есть, вам достаточно просто вспомнить его логин и пароль. Я же пойду по пути к самому длинному, разместить рекламу. Система мне предлагает как раз ввести данные моего логина и пароля. Сейчас предположим, что у меня их нет. Я нажимаю кнопку «Зарегистрироваться», и система мне предлагает выбрать какие-то параметры первичные, для того, чтобы они были занесены в паспорт. Я воспользуюсь неким каким-нибудь сейчас пока вымышленным именем, поскольку для этого аккаунта у меня существенной роли не играет. «Контекст Директ». Логин нам предлагается создать либо самостоятельно, либо система предлагает мне его создать из имеющихся. Я выберу то, что он мне предлагает среди свободных. Сразу могу сказать, что, к сожалению, найти свободный запоминающийся аккаунт довольно трудно, точнее имя логина, поэтому используйте все варианты, которые предлагает Яндекс. Я возьму сейчас вот этот. Попробую придумать пароль какой-либо. Желательно, чтобы он был в достаточной надежности. Система об этом вас уведомит. Мобильный телефон в настоящий момент, допустим, у меня может отсутствовать. Вполне вероятно, что мне придется вводить контрольный вопрос сейчас, в настоящий момент. А может быть, у меня будет возможность это обойти. Сейчас я попробую это сделать. «Контоп». Уникальная капча Яндекса. Зарегистрироваться. Если система меня не пропускает, то я выбираю фамилию вашего любимого музыканта, ввожу ее, допустим, так. Естественно, что этот аккаунт у меня временный. Я сейчас сохраню пароль. И мне остается настроить первично основные параметры моего нового пользователя. Желательно, если вы действительно собираете свести рекламные кампании в России, и платежи проводить непосредственно из России, выбрать правильную страну. Непосредственно на Директ сейчас это может оказывать влияние следующим образом. У вас может меняться валюта аккаунта в зависимости от того, какую страну вы выбрали. Здесь же есть уведомление о том, какие есть особенности платежей в российских рублях. В частности, для всех ставок, которые вы будете назначать в контекстной рекламной кампании, у вас будет минимальная цена за клик 30 копеек. В случае, если вы выберете валютный аккаунт, то там будет 1 цент. Минимальный платеж, соответственно, будет тоже измеряться в рублях. И это та сумма минимальная, которую вы сможете оплатить для пополнения счета. Подробную информацию вы можете просмотреть по ссылке. Сейчас меня это меньше всего интересует. И у меня есть выбор, состоящий из двух опций. Это легкий и профессиональный аккаунт. Мы в рамках наших курсов всегда пользуемся профессиональным аккаунтом. Предположим, что мы уже профессионалы, поэтому выберем эту опцию. Система может легко показать, чем они отличаются. К сожалению, в легком у нас нет довольно большого количества опций. На самом элементарном уровне он рассчитан для пользователей, которые вообще не имеют опыта работы с системами контекстной рекламы, но собираются запустить собственные какие-то рекламные объявления. Повторюсь, в целях рассмотрения всех возможностей аккаунта я выбрал профессиональный. Начать пользоваться сервисом этого достаточно для того, чтобы собственно авторизоваться. Как вы видите, я сразу же оказался в разделе под заголовком «Дать объявление». И это трехшаговый гайд, который проведет меня по всем шагам в создании моей первой рекламной кампании. К слову сказать, в Яндекс.Директе довольно интересный и не сразу понятный интерфейс с точки зрения создания кампании. В частности, у меня сейчас заголовок говорит мне о том, что я начинаю создавать объявления, хотя на самом деле все параметры, которые здесь первично задаются, это как раз параметры кампании, а не объявления. Объявление будет создаваться на самом деле на втором шаге, поэтому тут нужно просто к этому привыкнуть. В рамках курса мы обязательно рассматриваем расширенные настройки и все параметры будущей кампании. Я сейчас настраивать естественно не буду, я просто на этом завершу свою процедуру создания аккаунта. Еще раз, Россия профессиональный, начать пользоваться сервисом. Судя по всему, он меня не пропускает далее. Я попытаюсь просто пройтись. Вот таким вот образом, без создания первичного объявления, меня опять же система не пропускает дальше. Очень интересный подход. Но это опять же характерно только для новых аккаунтов, поэтому я думаю, что мне придется скорее всего создать вот такую вот штуковину. Что-то вроде первичного тестового объявления. Ссылка на сайт. Пока у меня будет опять же тест. Нет, тест-сайт есть. Я возьму сайт. Хотя и сайт, я думаю, есть слова. Дальше. Посмотрим, удастся ли мне пройти. Заполните. Ваш сервер, но... Нет у меня такого... Нет у такого сайта. Хорошо. Идет процедура проверки, опять же, видимо, сайта. Придется использовать реальный сайт. Ничего страшного в этом нет. Я воспользуюсь своим сайтом, собственно. Ну и, собственно, на этом завершу первичную свою первую кампанию и окажусь непосредственно в аккаунте. Здесь меня встречает, во-первых, уведомления, которые были переделаны некоторое время назад. Мне кажется, они стали удобными, действительно. Здесь их можно прочитать. В частности, тут есть информация о том, как управлять своими рекламными кампаниями в Андроиде, то есть через мобильные приложения. Мобильный директ 2.0, новый интерфейс, который должен получить директ в самое ближайшее время на мобильных приложениях, или уже вышел для айфона, да, вышел уже. И, собственно говоря, клики по визитке перестали быть заходами на сайт. Более подробно мы этот вопрос рассматриваем в рамках курса. Итак, я сейчас переключусь на стартовую страницу фактически моего нового аккаунта. Все, у меня в наличии есть готовый для работы аккаунт. Единственное, что я сразу рекомендую тем, кто создавал его именно как я, для того, чтобы его, собственно, завести, остановить тестовую кампанию, для того, чтобы она не проходила модерирование, для того, чтобы она не светилась в этом аккаунте. С пустыми полями. Поэтому я ее приостановлю. В любой момент можно будет ее отредактировать, сделать реально актуальной и включить. Точно так же ее можно будет в любой момент удалить. С этим никаких проблем не будет. Если вдруг вы уже занесете деньги внутрь этого аккаунта, то, опять же, ничего страшного не произойдет. Деньги начнут тратиться только после того, как вы ее включите. Собственно говоря, первичная подготовка завершена. Хотелось бы еще посмотреть на настройки непосредственно самого аккаунта. Как вы видите, у нас есть паспорт. Это как раз наша учетная запись в Яндексе. В ней мы можем управлять параметрами, собственными параметрами внутри этого аккаунта, включая адрес электронной почты, номер телефона, для того, чтобы в случае восстановления можно было воспользоваться этими параметрами. Если вы собираетесь платежными реквизитами через Яндекс.Деньги пользоваться, здесь можно завести платежный пароль. Можно подключить социальные профили к своему аккаунту, но это уже, если вам необходимо. Значит, вернусь назад в Яндекс.Директ. Возникает вопрос, как это сделать. Я сейчас нахожусь в паспорте. Только что я был в Директе. Теперь меня перебросило в паспорт. И, собственно, Директ теперь мне не доступен ниоткуда. Не буду комментировать этот момент, просто вернусь, откачусь назад. И о чем бы еще хотелось сказать. В настоящий момент, собственно, для данного аккаунта у меня есть еще настройки пользователя, непосредственно пользователя Директа. Здесь мы можем указать, опять же, параметры телефона для оповещений, включить или отключить галки, которые позволяют нам получать предупреждения или оповещения, или показывать метки, или включить язык уведомлений, изменить его. Если что-то из этого вам необходимо, я бы рекомендовал обязательно включать предупреждения. примечания компания, может быть, вам и не понадобятся. А вот получать предупреждение о смене позиций может быть интересно. Рекомендации по Директу в целом получать, я думаю, тоже может быть очень полезно. Все остальное специфические настройки, которые понадобятся только определенным пользователям. Чтобы ожил этот аккаунт, помимо того, что в нем необходимо создать корректные рекламные кампании объявления, необходимо также настроить, опять же, параметры платежные в Яндекс.Директе и пополнить первично баланс какой-то суммы. Для этого есть ссылка «Платежи и документы». Она переводит вас на сайт, у которого отдельный адрес. Это «Баланс Яндекс.Ру». Здесь вы можете, собственно говоря, создавать заказы или просматривать, точнее говоря, заказы, выставлять счета на оплату. В дальнейшем, после того, как счета были оплачены, проводить, просматривать акты по уже потраченным деньгам сверки, проводить совместно с Яндексом. И для того, чтобы вообще платить деньги, необходимо завести плательщика. Первая опция, которой здесь нужно воспользоваться, это создать плательщика. Платильщик может иметь статус юрлица или физлица, в зависимости от того, как вы собираетесь платить. У физлица должны быть заполнены вот эти поля. У юрлица, соответственно, их больше. То есть, тут нужны реквизиты юридического лица. После того, как данные юридического лица зарегистрированы, у вас появляется опция оплаты. Оплата в настоящий момент в Директе, возможно, очень большим количеством способов, начиная с Яндекс.Денег и заканчивая кредитными карточками, дебетами и карточками для юридических лиц, это безналичные переводы. Ну, в общем, практически любые удобные средства. После заведения плательщика, думаю, что кнопочка «Выписать счет», я думаю, вам очень понятна. И вы можете уже сами сформировать себе счет и на основании его произвести оплату первичную. На этом, собственно говоря, вся подготовка завершена. Остается только правильно структурировать аккаунт, подобрать ключевые запросы, сформировать корректные, сгруппировать их правильным образом, эти запросы, сформировать правильные рекламные объявления. Ну и уже можно, выбрав правильные стратегии для таргетинга, можно запускать готовую рекламную кампанию. Немножечко хотелось бы еще рассказать о том, что я бы лично рекомендовал сделать также в обязательном порядке, в случае, если вы действительно хотите получить достаточно эффективное эффективное расходование средств на эти рекламные кампании. Лучшим, наверное, в этом смысле действием будет подключение метрики для вашего сайта. Метрика – это сервис Яндекса, который я вот навел мышку на него, наступен из аккаунта. Этот сервис позволяет вам, помимо того, что таргетировать ваши рекламные объявления на целевые действия пользователей, а не на просто на трату ваших денег, привлекая за них самое большое количество посетителей. Метрика, конечно, дает возможность еще и просматривать много информации по статистике вашего сайта. Она может быть интересна и полезна вам самим. Поэтому еще одним действием, которое я бы рекомендовал предпринять, непосредственно из-под этого же паспорта, то есть находясь в этом же аккаунте, я перехожу в раздел Метрики, открываю его в новой вкладке. Метрика меня также встречает главной страницей, на которой, собственно, основная кнопка – это «Добавить счетчик». И, собственно, я начинаю с этого же действия, нажимаю «Добавить счетчик», и система мне предлагает сформировать параметры первичные моего счетчика. Даю наименование ему. Подробное рассмотрение того, как настраивать счетчик для реального сайта, мы, конечно, здесь сейчас, опять же, рассматривать не будем, это займет довольно много времени. Это мы подробно рассматриваем на курсе аналитики, Google Аналитики и Яндекс.Метрика. Я покажу только то, что мы должны на выходе получить. То есть, как вы видите, небольшое количество достаточно параметров необходимо, кроме ряда тут еще настроек дополнительных. В итоге формирует для нас вот такой вот код. Наша задача – его скопировать и этот код разместить на нашем сайте. Через какое-то время, я, к сожалению, точно сейчас не помню, у нас будет еще один семинар. Я этот семинар посвящу именно вопросу корректного размещения кодов счетчика на сайтах, на ваших сайтах. Поскольку, опять же, это вызвано массой примеров, когда слушатели, приходя к нам на курсы по аналитике, имеющие сайты, после того, как они проверяют правильность и корректность размещения кода и его настройки, убеждаются, что они очень далеки даже не то, чтобы от идеала, а даже от хотя бы нормальной, здравой логики. Поэтому, эту тему мы рассмотрим отдельно. Я думаю, она будет интересна. Сейчас я просто хочу сказать о том, что при правильном заполнении параметров основных на вкладке «Общие» вы можете получить готовый код счетчика. Задача ваша только разместить, скопировать его и разместить на каждой странице вашего сайта. Если вы используете какую-то CMS, то для каждой CMS это делается особым образом. Поэтому, охватить все аспекты я сейчас не могу. И, повторюсь, для этого я целый отдельный семинар буду проводить. Постараюсь там рассмотреть установку счетчика на Битрикс, на WordPress, может быть еще на какие-то движки. Но я думаю, что в принципе достаточно рассмотреть пару-тройку, чтобы понять принципы. В дальнейшем уже владельцы сайтов на других движках с легкостью найдут либо инструкции в интернете, либо самостоятельно разберутся, как это сделать. Это все. На этом опять же первичную настройку можно завершить. Я нажимаю «Сохранить». Перехожу на вкладку «Счетчики». У меня появился мой счетчик. Я могу вернуться к его редактированию всегда через эту же вкладку «Счетчики». А через вкладку «Список всех счетчиков» у меня открывается вот такое очень важное окно, потому что именно на нем мы можем настроить связку между сайтами нашего, точнее, между аккаунтами в Директе и между аккаунтами в Метрике в том числе. Обратите внимание на вот эти три значочка. Вот именно они-то нам наиболее интересны и важны. Первый счетчик, точнее, первый значочек справа это квадратик, который можно запустить. В нем появляется значок, который показывает проверку корректности установки счетчика на страницах вашего сайта. Сейчас, поскольку, как вы видели, я никакой счетчик нигде не размещал, он показывает мне статус, который говорит о том, что счетчик нигде не размещен, нигде не установлен. И это действительно так. Не найден код счетчика, но если бы я этот код разместил, то, конечно, здесь бы уже через какое-то время, возможно, несколько минут, этот квадратик стал бы зеленым. Далее, поскольку я авторизацию в метрике производил из-под того же паспорта Direct C, и здесь Direct C, то у меня связка аккаунтов метрики и аккаунта директа выполнилась автоматически и сразу. Вот этот вот значочек второй, который показывает интеграцию этих двух аккаунтов. Собственно, сейчас он, как вы видите, не серенький, а такой уже цветной. Он показывает мне, что связка между аккаунтом метрики и аккаунтом Direct установлена по умолчанию, потому что мы находимся под одним и тем же учетной записью, под одной и той же, и поэтому каких-то дополнительных действий выполнять для этого не нужно. этого достаточно для того, чтобы в дальнейшем, когда вы запустите рекламные кампании в вашем директе, для того, чтобы вы могли выставлять в качестве критериев оценки эффективности показов ваших рекламных объявлений в директе достижения пользователями, посетителями, приходящими из контекстных рекламных объявлений каких-то определенных целей на вашем сайте. Эти цели настраиваются в настройках самого счетчика метрики. Подробно мы, опять же, повторюсь, это будем рассматривать на курсе. Для этого в метрике есть определенная вкладка целей, где всегда можно добавить какие-то цели. Для примера покажу, ну, допустим, опять же, чтобы пример был живым на каком-то из своих сайтов, например, целью, которая может характеризовать целевого посетителя для моего сайта, может быть, например, страница контакта, допустим, у которой есть определенный точный URL-адрес. Я могу эту цель использовать. Она настраивается определенным образом с помощью настроек цели, и после того, как я сделаю это, когда я буду создавать свои рекламные объявления, рекламные кампании внутри Директа, я смогу выбирать стратегию, которая позволит мне не просто, как я уже говорил, в рамках моего бюджета получать максимальное количество кликов, а в рамках моего бюджета того же самого получать максимально большое количество посетителей, которые пришли на заданную мною цель. таким образом расходование средств будет значительно более, как мне кажется, эффективным, но и по практике это действительно так, потому что система будет автоматически выбирать показы объявлений тем посетителям, которые с наибольшей долей вероятности придут к вам на страницу контакта. Как она это будет делать, на чем основан этот механизм, я подробно рассказываю на курсе. Кратко если сказать, то на опять же данных статистики и на опять же на неком профиле поведенческом той аудитории, которая присутствует в органике поиски Яндекса. Думаю, что коллеги на этом собственно первичная настройка выполнена. Повторюсь, что для более корректной работы остается только разместить этот код счетчика метрика на всех страницах вашего сайта. Повторюсь, для этого будет посвящен отдельный семинар с показами того, как это сделать на основных CMS. Непосредственно для начала ведения рекламных кампаний в Директе первично этого достаточно. Того, что я рассмотрел. Хотелось бы еще сказать, что метрика сейчас в Яндексе развивается активно и у этого сервиса скоро появится версия 2.0 в Яндексе не появится, она просто станет, скорее всего, уже коммерческим продуктом, пока она находится в стадии бета. Но уже сейчас можно посмотреть, как будет выглядеть будущее, ближайшее этого инструмента. Вот интерфейс. Соответственно, вот так будут выглядеть отчеты в этом инструменте. Немножко другое расположение. Пока еще по некоторым сведениям в этом инструменте не появилось каких-то принципиальных нововведений, но вообще-то они ожидаются, их будет достаточно много. Опять же, об этом мы более подробно поговорим на курсе. Пока же собственно рекомендуется наверное работать с основным инструментом метрики, пока он является коммерческим вариантом ее использования, то есть он пока более наверное предпочтителен неже чем бета-версия, в которой пока еще многое меняется, многое тестируется, многое может быть даже работать не до конца корректно. Поэтому для коммерческой эксплуатации рекомендуется основной интерфейс. Коллеги, собственно на этом я бы хотел основную часть своего рассказа завершить. Если у вас есть вопросы, я с радостью готов на них ответить. У нас есть чат, напомню, в этом чате мы можем задавать вопросы. Олеся, добрый вечер, я вас не приветствовал, Сергей еще к нам присоединился, благодарю вас за то, что вы с нами. коллеги, буквально одна минута, паузы, вы можете пока задавать вопросы, я отвлекусь и буквально через минуту вернусь к вебинару. Если ваш аккаунт в Яндекс.Деньгах размещен под той же учетной записью, то интеграция вообще фактически не требуется никакая дополнительная. Вы можете выписывать платежные поручения непосредственно из аккаунта Директа, и оплачивать их тут же непосредственно из Яндекс.Денег под тем же аккаунтом. То есть с этим точно никаких вопросов и сложностей не возникнет. Другой вопрос, если эти аккаунты разнесены, это тоже на самом деле не вызовет больших проблем. В конце концов, вы всегда можете опять же открыть аккаунт Яндекс.Денег непосредственно под этой учетной записью и перевести деньги с другой с какой-то на нее и произвести оплату. Это как один из вариантов решения этого вопроса. коллеги, еще буквально одна минута и я опять же вернусь к вам. Коллеги, в дополнение хочу сказать, что тот способ вебинара, по которому мы с вами сегодня работаем, он у нас используется очень активно на наших курсах, очень многие слушатели проходят наши курсы в режиме вебинара таким же образом, как это происходило сейчас, то есть пользователи видят экран, слышат голос, у нас также в аудиториях установлена веб-камера, которая транслирует, что происходит в самой аудитории, поэтому пользователи на вебинарах, кроме того, они еще имеют возможность голосом общаться с преподавателями, с аудиторией, мы это сейчас не стали делать, но на живых курсах это естественно возможно, поэтому вот то, как мы сегодня провели наш семинар, собственно, это та технология, которая используется при проведении в том числе удаленного обучения, если кого-то из вас это заинтересует, это всегда возможно. вопросов нету, на сегодня время нашего семинара завершено, завершается, благодарю вас всех за внимание, надеюсь, жду вас, точнее, на следующих семинарах, которые у нас будут проходить, вы информацию об этих семинарах всегда можете найти на сайте самого специалиста, сайт специалиста содержит информацию по всем вебинарам, которые проходят у нас для наших слушателей и выпускников, эта ссылка всегда доступна внизу в подвале нашего сайта на вкладке бесплатные семинары центра, завтра будет семинар на гиперви и так далее и тому подобное, здесь их очень много, пользуйтесь, это для, часто бывает для многих возможность получить какую-то первичную информацию, какую-то информацию по специализированной теме какой-то, которая может бывает не затрагивается даже в рамках наших курсов, поэтому это может быть очень интересным инструментом дополнения к вашим знаниям. Запись вебинаров обязательно выкладывается, насколько я знаю, единственное, могу сказать точно, что у вебинаров есть некий срок обработки, то есть видеозапись определенным образом обрабатывается и после какого-то определенного периода времени она обязательно выкладывается, думаю, что это будет день, два, три, то есть небольшой период времени. Вопрос есть интересные сторонние сервисы, к примеру, Аори, которые себя позиционируют как партнеры директора и так далее. От себя добавлю Блондинка такой же сервис, есть Елама и целый ряд других еще сервисов по этому поводу. Да, их очень много действительно, Артем, мы очень опять же кратко говорим об этом на нашем курсе по директу, почему? Потому что в целом я бы, конечно, не стал называть их какими-то прямыми партнерами, но вообще это скорее дополнительные сервисы, которые ориентированы на определенных рекламодателей, цель которых при достаточно больших бюджетах, как мне кажется, оптимизировать свои затраты. сервисы, то есть они позволяют, используя API Яндекс.Директа, подключать свои рекламные кампании к их интерфейсу, который через API Директа позволяет как-то более гибко настраивать и таргетировать показы ваших рекламных объявлений. Во-первых, поскольку это платные сервисы, целесообразность их использования начинается тогда, когда бюджет вашего рекламного отдела достаточен для того, чтобы погасить затраты на пользование этими сервисами и дополнительно еще и получить какую-то прибыль за счет снижения итоговых затрат. То есть это, как правило, мне кажется, серьезные должны быть бюджеты. Поэтому принцип их работы основан на определенных API-запросах и поэтому очень многие рекламные агентства не пользуются ими, а они создают собственные инструменты. Поэтому в целом никто не ограничивает любого владельца аккаунта в Директе подключиться через API Яндекс.Директа разработать или заказать собственные какие-то либо программные скрипты, либо веб-приложения, которые будут общаться с базой данных Директа, получая, может быть, более оперативную информацию по ставкам, получая ряд дополнительной информации по рекламным объявлениям, как своим, так и конкурентам, и на основании этого формируя некую стратегию, которая, возможно, приведет к тому, что показы ваших рекламных объявлений будут производиться по более низкой ставке, за счет чего? За счет того, что они будут показываться по тем запросам, которые не используют конкуренты, или по тем запросам, по которым в настоящий момент показов нет, или еще по каким-то другим принципам. Тут я не буду в глубину погружаться этой темой, поскольку много есть стратегий разного плана, и за счет этого, собственно, они обещают какой-то выигрыш. Насколько это эффективно, опять же, повторюсь, чаще всего это зависит от того, насколько большой у вас бюджет, и только при этом условии вы можете получить заметную серьезную отдачу. Но это личное мое такое мнение, во всяком случае на основе того, как я с ними сталкивался. Работая с рекламными агентствами, в частности по директу, могу сказать, что они, как правило, имеют собственные системы, самодельные написанные скрипты, которые работают также через запи, и реализуют в большинстве случаев похожие функции. Благодарю коллеги за вопросы, на этом мы завершаем сегодняшний вебинар. Спасибо еще раз всем взбринявшим участие, запись вебинара будет выложена, всего доброго, жду вас на следующих наших семинарах, самых наилучших пожеланий, всего доброго. Редактор субтитров